МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оружие только для самообороны. Вступили в силу изменения в законе о ношении огнестрельного оружия. Трагедии на трассах. В эту субботу произошли два смертельных ДТП. Ну а теперь обо всем подробнее. И начнем программу с событий не особенно радостных. За эти выходные в двух дорожно-транспортных происшествиях на трассах Рязанской области погибли 7 человек. 22 ноября в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 7 человек. Так, в 1845 в Шиловском районе на 298-м километре федеральной автодороги М5 Урал 38-летний житель Пензенской области, управляя автомобилем Митсубиши, следуя в направлении города Самара, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2115 под управлением 54-летнего водителя. От удара отечественная автомобиль отбросила к дорожному ограждению и развернула. В этот момент с ним совершилось столкновение, следующее сзади в попутном направлении автомобиль Volkswagen Touareg под управлением жителя Ульяновской области. В результате происшествия водитель ВАЗ-2115 и двое его пассажиров, все жители Пензенской области, от полученных травм, скончались на месте происшествия. В настоящий момент устанавливаются причины, почему водитель Митсубиши выехал на полосу встречного движения. Спустя 4 часа в 22.30 на 238-м километре автодороги Москва-Касимов 35-летний житель города Рязани, управляя автомобилем Toyota Corolla, на небольшом изгибе дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Lada Priora под управлением 53-летнего жителя совхоза Рязанского района. В результате происшествия оба водителя, а также 25-летний пассажир Toyota Corolla и супруга водителя Lada Priora от полученных травм скончались на месте происшествия. И еще четверо пассажиров получили травмы, в том числе супруга водителя автомобиля Toyota Corolla и ее 16-летний сын. В реанимационное отделение Касимовской ЦРБ доставлена 19-летняя девушка, жительница Краснодарского края, которая являлась пассажиркой автомобиля Lada Priora и в момент ДТП находилась на заднем сидении автомобиля. Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции установили, что на колесах автомобиля Toyota Corolla были установлены летние шины. Ну а теперь о другом. Сегодня в микрорайоне Дашково-Песочни на улице Большой состоялось большое и радостное событие. Новоселье праздновали те горожане, которые стояли в очереди по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Хозяевам квартир вручал ключи глава региона Олег Ковалев. Бывшие жильцы аварийных и ветхих домов получили приятный подарок из рук губернатора области – ключи от новеньких квартир. Они так долго ждали этого момента, что некоторые просто не могли сдерживать эмоции. Ой, вы понимаете, у меня эмоции через край. Через край. У меня сегодня день рождения. Мне Олег Иванович Ковалев подарил квартиру. Я такая счастливая, что вы не можете даже меня представить. 100 семей смогут въехать в новостройку уже в ближайшее время. Правительство Рязанской области совместно с Фондом содействия реформирования ЖКХ приступило к реализации второго этапа программы переселения граждан из ветхого жилья. Его завершение планируется уже в 2015 году. Что собой представляет первый этап? Это около миллиарда рублей вложений, которые финансируются Фондом содействия реформирования ЖКХ. и финансируется в объеме порядка 630 миллионов рублей, а остальные деньги, это 355 миллионов рублей, это те деньги, которые мы даем из регионального бюджета на реализацию этой программы. Это вот финансирование первого этапа только. А вообще за те 6 лет, которые мы взаимодействуем с Фондом, я должен сказать, что у нас очень хорошая деловая такая обстановка, и очень жаль, что не смогли прилететь сюда исполнительный директор Фонда, Цицин Константин Георгиевич и председатель совета директоров Степашин Сергей Вадимович. Особенно приятно новоселам было получить такой подарок в преддверии Нового года. Приятно, конечно, к Новому году получить в виде подарка новую квартиру, на которой ты и не надеялся, жил в каких-то трущобах. Конечно, это приятно, и, конечно, уже можно и поздравлять их с наступающим Новым годом в новой квартире. Мы еще продолжаем сдавать жилые дома, но уже заселение будем производить после Нового года, я думаю, поэтому тоже люди получат подарок буквально в январе-феврале. Это не будет наменьшать его достоинства. Всего расселению подлежат более 6 тысяч граждан, проживающих в ветхом жилье. Полторы тысячи из них уже въехали в новые квартиры. На сегодняшний день построен и введен в эксплуатацию 81 многоквартирный дом. До конца года будут переселены все остальные граждане. На прошлой неделе стало известно, что правительство России разрешило гражданам, у которых есть лицензии, носить определенные виды оружия в целях самообороны. В общем-то, граждане встретили эту информацию довольно неоднозначно. Россиянам разрешили носить определенные виды оружия для самообороны. Ранее граждане, имеющие разрешение на соответствующий вид оружия, могли носить его лишь во время охоты, проведения спортивных мероприятий, тренировочных или учебных стрельб. Новые редакции постановления дополняют эти положения словами, а также в целях самообороны. На сегодняшний день в нашей стране действует около 7 миллионов лицензий на ношение гражданского оружия. А между тем, еще весной этого года президент Владимир Путин выступил против свободного ношения огнестрела. По его словам, на руках у нашего населения и так много оружия. Поэтому искусственно стимулировать этот процесс очень опасно. Согласно пункту 6, части 1, статьи 6 данного закона, ношение гражданами Российской Федерации огнестрельного длинноствольного оружия в качестве самообороны запрещено. Таким образом, те изменения, которые были внесены, касаются в основном технической стороны регламентации оборота оружия на территории Российской Федерации. И особых, скажем так, изменений они не претерпели. Очень важна возможность применения оружия для самообороны. И это не означает, что его можно носить. Потому что одно дело, когда оно в доме, другое дело, когда с ними люди ходят по улице. И совершенно точно носить можно очень небольшим категориям. С очень хорошей предварительной психологической проверкой и регулярными повторными тестированиями. То есть право на ношение и наличие оружия у человека не должно быть пожизненно. Оно должно выдаваться под очень строгим контролем и потом регулярно проверяться. И не раз в 10 лет, так как мы делаем, когда меняем автомобильные права. А гораздо чаще. Своё мнение по этому поводу высказали люди, имеющие практику в данной сфере и знающие, что такое огнестрел в руках не того человека. Ну, я считаю, что наше общество сейчас не готово к тому, чтобы среди них были члены, которые носят оружие. И запрещать тоже, я считаю, огульно вот это ношение оружия нехорошо. Для того, чтобы люди смогли носить оружие, они должны быть полноценными гражданами. Для этого нужна комиссия, которая будет отбирать критерии, кому можно оружие носить, кому нельзя. Преступления, связанные с оборотом оружия, 99% совершают так называемые здоровые. Лица, страдающие психическими расстройствами, совершают подавляющее меньшинство правонарушений, связанных с оборотом оружия. Есть, да, там мнение, что можно пойти и купить в диспансере справку, несколько путая оплату стоимости услуг. Ну, в общем-то, да. То есть это вот такая процедура, да, чтобы получить справку о состоянии своего здоровья, надо заплатить денежку. И, соответственно, как бы есть психология людская, и я заплатил, мне дадут справку ту, которая мне нужна. Это вид медицинской деятельности, который государством не оплачивается. Но это трудозатраты, соответственно, их должен кто-то покрывать. В данном случае претендент на владение оружием. А он оплачивает вот это экспертное действие. И он по-любому получит справку. Только в этой справке может быть написан Годин, а может быть написан не Годин. По официальным данным бризанских полицейских, на руках у горожан около 55 тысяч единиц оружия. И регулярно стражи порядка проводят профилактические рейды с владельцами этих арсеналов, в том числе среди охотников. В Бризанской области сотрудники полиции провели оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов нарушений среди охотников. В Бризанской области зарегистрировано 37 тысяч владельцев охотничьего оружия. На руках у них находится 55 тысяч стволов различного предназначения, в том числе и оружие, предназначенное для охоты. В связи с этим на территории Бризанской области с 1 по 4 ноября проводилась оперативная операция под названием «Браконьер». То есть мы устанавливали людей, которые занимаются на территории Бризанской области незаконной охотой. В оперативно-профилактических мероприятиях были задействованы участковые полномочины, сотрудники ОМОН, представители добровольных народных дружин и органов власти. В результате проведенных мероприятий в течение нескольких дней было выявлено 10 нарушений правил охоты, 15 нарушений правил хранения оружия, 5 фактов нарушений правил перевозки оружия в автотранспорте. Возбуждено одно уголовное дело. Профилактические мероприятия по борьбе с нерадивыми охотниками будут продолжены. Но все же хотелось бы, чтобы любители охоты сами не забывали о том, что оружие – вещь серьезная и требует к себе ответственного отношения. Впрочем, убийства совершаются не только из огнестрельного оружия, но и с помощью других подручных средств. В Рязанском областном суде вынесен приговор мужчине, который летом прошлого года забил до смерти своего собутыльника. В пятницу, 21 ноября, в Рязанском областном суде огласили приговор по уголовному делу в отношении рязанца Алексея Шестакова, признанного виновным в убийстве. Как установлено следствием и судом, днем 21 июня прошлого года Шестаков в компании знакомых мужчин распивал спиртные напитки в одном из домов села Засечи Спасского района. В ходе распития спиртного между двумя мужчинами, которые находились в это время в компании, возник конфликт из-за того, что один не возвратил другому ранее взятую электродрель. Являясь очевидцем ссоры, Шестаков решил вступиться и попросил вернуть электродрель. Однако услышал свой адрес нецензурную брань. Шестаков стал избивать своего обидчика. После избиения мужчина компания продолжила распивать спиртное, а потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Как было установлено в рамках расследования уголовного дела, всего погибшему было нанесено более 20 ударов по туловищу, голове и конечностям. При этом ему было причинено более 50 телесных повреждений. Рязанский областной суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет, 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на год. Напомним, после оглашения приговор еще не вступает в законную силу и может быть обжалован в Верховном суде. Это был последний видеоматериал нашего сегодняшнего выпуска. Далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии стал зам главного врача Рязанского областного психоневрологического диспансера Вадим Комаров. И речь в студии продолжит тему ношения огнестрельного оружия гражданами. А на сегодня это все и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин